Если ваше заведение работает на суперавтоматических кофемашинах, вам необходимо задуматься над тем, какое зерно использовать для этого оборудования. Для этого требуется специальный подход и техника обжарки кофе. MacBush специализируется исключительно на обжарке кофе для суперавтоматических кофемашин и сетевых больших проектов. Использует высокотехнологичное оборудование и выстроил процессы так, что зерно будет максимально раскрываться именно в суперавтоматических кофемашинах. Мы были на производстве MacBush, вы можете подробно посмотреть в одном из наших роликов. Друзья, добрый день! Меня зовут Николай Стрельников. И сегодняшняя тема ролика «Что делать гостю, если ему не понравился кофе?». Прежде чем начнем, друзья, подпишитесь на наш канал, поставьте колокольчик, пишите комментарии, это очень поможет продвинуть наш канал. Поехали! По ходу работы в разных сетевых заведениях я часто сталкивался с тем, что обрабатывал обратную связь от наших гостей, которые пишут в комментариях, в соцсетях, на сайте, либо в принципе просто сотрудники передают обратную связь от гостя. И я часто обращал внимание на то, что я не знаю, что делать с этими комментариями. Когда гость пишет «Кофе говно» или «Кофе отвратительный», «Ужасная была чашка», «Мне не понравилось», «Не хочу больше пить» и так далее. С этими комментариями я не знаю, что делать. Почему он не понравился? Ну, может быть, потому что он не любит арабику, или он не любит Африку, или он не любит светлую обжарку, или ему хочется, чтобы был сахар, или чтобы там была корица, или потому что ему долго отдавали, или у него просто было плохое настроение, и ему ничего не нравилось. Когда вы оставляете комментарии, очень важно, чтобы вы максимально старались конкретизировать вашу обратную связь. Какая может быть обратная связь? Давайте пройдемся по основным базовым критериям, по которым можно оценить чашку кофе. Самый простой – это визуально чистая была или она была грязная. То есть вам не понравился визуальный, да, что она там с подтеками была, или там разводами, или что-то еще. Дальше температура напитка. Он был прохладный, он был теплый, он был слишком горячий. Это также даст нам обратную связь, и мы сможем с этим уже что-то делать. Следующее – о интенсивности по количеству кофе. К примеру, там вы пьете молочный напиток, и очень доминирует кофе в молоке. Вам сложно его выпить. Или наоборот, он очень молочный. То есть вы привыкли к тому, что этот конкретный напиток, он более кофейный. Обычно то, что вы заказываете в других заведениях, и вы чувствуете, что недостаточно кофе. Это тоже позволит нам что-то с этим сделать. Поменять рецептуру, проверить работу сотрудника и так далее. Следующая часть – это баланс между горечью и кислотностью. Вообще в целом есть пять вкусов, мы не будем их все разбирать. Основные – поговорим про кислотность и горечь. Это базовые вкусы, которые понятны любому человеку. Так вот, вы также можете, к примеру, оставить в комментариях, слишком много кислотности. Или там кислит, кислый. Здесь уже выбираете термин, который больше понятен вам. Или наоборот, он очень горький, много горечи. Она доминирует. Это опять-таки позволит нам понимать, что нужно делать. Обратная связь от гостей – это очень важная составляющая общепита. Если мы не получаем от вас обратную связь, либо она не аргументированная, или непонятная, или наоборот даже она деструктивная, то мы либо ничего не можем с этим сделать, либо мы в принципе не понимаем, какая у нас ситуация в заведении. Если вам что-то не нравится, вам не нравится еда или напитки, в частности кофе, старайтесь дать обратную связь. Либо в моменте, когда вы с Бористо общаетесь, или в принципе просто на улице в соцсетях написали о том, что вас что-то не устраивает. Это позволит реагировать и улучшаться заведению. Поэтому многие заведения очень активны и много везде пишут, что оставьте, пожалуйста, обратную связь, оставьте отзыв. Именно это позволяет понять, нравится вам кофе или нет. Если вы просто, вам не понравился кофе и вы решили, что вы больше сюда не будете ходить, в целом это ваше право. Вы перестаете ходить, заведение перестает получать выручку от вас, но оно при этом не понимает, вы ушли, потому что там ближе, дешевле, или потому что у них невкусно, долго, хамское обслуживание и так далее. То есть вот эта обратная связь, она позволит этому заведению улучшиться. Это хорошая, продуктивная, позитивная коммуникация гостя и любого заведения, которое в целом будет развивать нашу кофейную культуру. Раньше прилетали комментарии, я их систематизировал и, соответственно, я видел, что в процентном соотношении 5% людей, им кажется, что кофе кислый, а 15% кофе горький. Остальные проценты комментариев, они идут к каким-то другим критериям. В целом я понимаю, что людям кажется, что кофе больше горький, чем кислый. С таким процентным соотношением я, наверное, ничего не буду делать, потому что, в принципе, когда мы выбираем какое-то кофе в свое заведение, мы понимаем, что кому-то это будет слишком горький кофе, для кого-то он слишком кислый будет. То есть мы не можем учесть мнение всех людей. Но в целом для меня это какая-то обратная связь. Если я начинаю получать обратную связь, где уже там 40-50% людей говорят, что кофе кислый или кофе горький, вот это, конечно, уже такой мощный звоночек. Многим людям кажется, что кофе либо кислый, либо горький. И я здесь уже иду к обжарщику, мы начинаем проверять профиль обжарки, корректировать его и, соответственно, реагировать на эти комментарии. Если мы получаем обратную связь слишком холодный или слишком горячий или слишком кофейный, это опять-таки позволяет нам обратиться к сотруднику, который в этот день работал, проговорить с ним, проработать с ним, технологические карты проверить и решить эту проблему, если она действительно была. На комментарии, к примеру, долго готовился, мы также реагируем, это понятно. Долгая отдача, мы разбираем конкретно день, время, когда произошла ситуация и понимаем, что объективно сейчас была проблема. Если она регулярно повторяется у нас на этом заведении, на этой точке, то мы понимаем, что нам нужно усилить точку, нам нужно добавить нового сотрудника, либо этого сотрудника обучить, чтобы он быстрее давал. Иногда бывает, что объективно мы не можем уже делать быстрее. К примеру, мне пришел комментарий, опять-таки такой интересный владелец заведения, пришел и говорит, Коль, очень долгая отдача, сделай что-нибудь. Я говорю, сколько долгая отдача? Ну, долгая отдача, надо что-то ускорить. Просто здесь в моменте обсуждать, что мои баристы готовят быстро на самом деле и все хорошо с нашей стороны, это не аргументировано. Я пошел в бухгалтерию, снял продажи по дням, посчитал с 9 утра до 6 вечера, сколько было продано единиц продукции у нас, разделил на количество людей и пришел к выводу, что у нас 48 секунд на один напиток отдача идет. 48 секунд это очень быстрая отдача, это в среднем получается дают 48 секунд. Соответственно, за такое время быстрее, я не знаю, какие точки могут отдавать. Ну, и там считалось все, и кофе, и бутылка воды, и сок, и так далее, там много сотрудников, соответственно, у нас было. С этими данными я пришел к уже владельцу, и на это уже аргументировать было сложно. То есть мы здесь уже после этого там начали реорганизовывать бар, по-другому его организовывать внутри пространства для того, чтобы скорость отдачи была быстрее. Очень важно и самим заведением давать обратную связь гостям. То есть если вы, к примеру, меняете кофе в своем заведении, вы обязательно должны об этом сообщить везде, через все утюги, написать о том, что у вас меняется кофе. Что это не просто барист накосячил с утра и начал какой-то новый вкус давать. А что вы за месяц до этого, за две недели, всем написали, что у вас была, там, не знаю, Бразилия, сегодня вы теперь работаете на сухой Эфиопии, что будет больше кислотности, что будет легче тела, что будет более молочный напиток, более сливочный, более сладкий, и я не знаю, что еще. Гость, по-хорошему, если он следит за вашими соцсетями или он читает новости у вас на доске, которые у вас в заведении, он будет, в принципе, более-менее уже понимать. Это с одной стороны, а с другой стороны и сами сотрудники тоже должны знать о том, что у них изменения будут идти, они должны быть готовы к этому. И когда у вас поменялся кофе, соответственно, если прилетел комментарий, ребят, что-то кофе не такой, мы могли бы сразу сообщить о том, что да, мы действительно поменяли кофе, он у нас теперь такой вкус. Это продуманная, планомерно реализованная задача заведения, что это не просто ошибка какая-то возникла. Многие гости, когда вообще меняется кофе в заведении, меняется молоко или меняется посуда, они вообще на это реагируют негативно. У нас была регулярная такая вещь, когда в заведении мы поменяли кофе, первый месяц гости кричат во все соцсети, не нравится, ужасный. Мы не хотим поменять обратно, он кислый, он горький и так далее. Месяц проходит, комментарии негатива начинают спадать, при этом я обязательно смотрю на продажи. Продажи не падают, продажи либо динамика положительная, либо точно такая же в зависимости от сезона. Проходит 5 месяцев, мы опять меняем кофе, и причем мы иногда можем поменять его на тот, который был до этого. И опять эти же гости будут жаловаться и говорить, что кофе ужасный, кофе отвратительный, нам не нравится, мы хотим его обратно поменять. Сделайте что-то. В данном случае здесь нужно понимать, что если вы что-то меняете, будьте готовы к тому, что часть аудитории будут негативно к этому относиться. При этом ваша задача очень гибко, лояльно, грамотно общаться с этими людьми, доносить им то, что это не ошибка, вы считаете, что это лучше будет, и постараться найти какую-то вот точку соприкосновения. Давайте обсудим ситуацию, если вы понимаете, что вам не нравится кофе, и вы хотите, чтобы вам его заменили, и вам не нравится не потому, что философия заведения неподходящая, а вам не нравится, потому что его плохо приготовили. Там плохая пена, он холодный, или там рецептура, на ваш взгляд, нарушена. То в данном случае здесь вы, конечно, имеете право попросить заведение заменить вам напиток, или это блюдо любое другое. Это закон защиты прав потребителей. Если мы говорим с точки зрения заведения, то я здесь считаю, что заведению нет ничего дешевле и проще пойти навстречу гостю и реализовать его потребность. То есть переделать ему напиток, переделать ему блюдо, потому что если вы в моменте будете доказывать, что вы правы, что это действительно такие стандарты, такой-то вкус и так далее, то в итоге вы придете к тому, что это будет негатив, он не закроется, человек уйдет в негативе и, скорее всего, больше к вам не вернется. Если человек адекватный, если человек мыслящий, если он стремится к какой-то все-таки истине, а не просто вот здесь и сейчас прогнуть заведение на то, чтобы дайте мне что-то, этот человек, скорее всего, он успокоится, он останется лоялен к вам, и, скорее всего, он будет к вам ходить, и вы будете получать выручку. Если же ситуация такая, что четыре раза в неделю человек ходит, выпивает половину стакана кофе, а потом жалуется, что он плохой, переделайте, ну здесь, да, наверное, уже такая ситуация, когда можно отказать ему, либо наводящими вопросами спросить, почему же вы пол чашки выпиваете, почти каждый день ходите к нам, почему же вам так все не нравится. Подвести к тому, что, скорее всего, ему нужно искать какое-то другое заведение, где ему будет нравиться. Но здесь все индивидуально, все на месте нужно решать. Вот это правило «гость всегда прав», конечно, это не так. Гость часто бывает неправ. Просто потому, что он не профессионал, он не разбирается в продукте, в материале. Но в моменте, здесь и сейчас, вы как профессионал, если будете доказывать ему, что он неправ, вы поставите его в неловкое положение. Да, возможно, вы его убедите в том, что он неправ. Поставите на место, и вы какие-то такие молодцы, вы все грамотно ему разъяснили, но человек ушел, человек не получил того, что хотел, и перестал к вам ходить. Если комментарии гостя не оскорбляют вас или ваших сотрудников, если они не нарушают технологический процесс и не мешают другим гостям, то я считаю, что в данном случае здесь можно упустить вот эту вот позицию, когда вы обязательно должны доказать свою правоту. Человеку не нравится что-то, ну переделайте ему. Возможно, через некоторое время он сам поймет, узнает, разберется, поймет, что да, действительно, вы тогда были правы. И он будет благодарен вам, что вы в тот момент, в первой встрече не указали, где он неправ и что не так. В качестве резюме, если вам не нравится кофе, который вам приготовили в кофейне, во-первых, вы вправе попросить его переделать, если вы считаете, что это действительно какое-то нарушение технологических карт или халатно приготовленный напиток. Второе, обязательно пишите комментарии к нашим роликам и в социальных сетях этого заведения, если вы хотите, чтобы оно стало лучше. Любой отзыв, особенно аргументированный, развернутый, он позволяет проанализировать, стать лучше. Будет очень интересно, если мы в комментариях все дружно пообсуждаем эту тему, напишите, что вы думаете. Всем хорошего дня, пока. Субтитры сделал DimaTorzok